Всем привет! Вы на канале Без Мата. Как обычно на ютубе, ни на зарубежном, ни на российском нет подробного обзора на карбоновую вилку iCAN SNK-150 для футбайка. Поэтому приходится покупать и делать все самому. Может быть есть интересующиеся люди, такие как я, например, которые перед покупкой каких-нибудь компонентов, особенно карбоновых, хотят слышать о них максимальную точную информацию. Так вот, давайте я вам предоставлю ее на всякий случай пожарный. Итак, встречайте. Карбоновая вилка iCAN SNK-150 для футбайка. Серьезно? Да, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Выглядит она таким образом. Здесь у нас такая вот, можно сказать, зализанная овальная часть. Здесь более квадратные. Такие вот квадратные штуки. Давайте начнем со штока. Измерим длину штока. Это дюйм 1,8 на 1,5, разумеется. Я понимаю, есть официальные данные по этой вилке, но я хочу увидеть все вживую. Итак, смотрим. 32 мм. Далее включаем самогонный аппарат и измеряем толщину стенок штока вилки. Кстати, они неоднородные. Здесь вот видно, что здесь потоньше, здесь потолще. Давайте тонкую сторону измерим. Все у нас на нуле. Я все проверил. Не знаю, кому это понадобится, но тем не менее, это 2,3 мм. И толстая сторона это 2,7 мм. В комплекте мы имеем такую вот ось 150 на 15. Давайте, кстати, измерим, действительно ли она у нас 15. Да, 14,92. Здесь 14,89. Не суть. А здесь вот в этой части у нас идет утончение. Баттинг. Короче, модные слова. Здесь 13,8 у нас. Разумеется, это ровно 150. И еще мне вот это расстояние интересовало. Что мне нравится, что здесь одинаковое почти расстояние. Нет никакого сужения, как на той же, например, вилке от Inno. Как можно было сделать такую раму широкую, такую вилку узкую, в которую почти что не влезает покрышка 5,05 на сотом ободе. То есть она почти что там цепляла. И давайте посмотрим вот здесь вот. То есть по документам, да, здесь 14,6. Скажу заранее, что я измерял. Тяжело вообще измерить данное расстояние ровно, точно. Ну вот попробую измерить. Лично я вижу, да, именно 14,6. Ну для того, чтобы точно измерить, нужно такой вот брусок, наверное, вставить его потом. Плотно и замерить. Ну в общем, короче, все совпадает. 14,6. Здесь расстояние у нас от оси до короны составляет 43,2, да, сантиметра где-то. В общем, нормально, все. Здесь расстояние я потом покажу еще до покрышки, когда все это соберу. Ось у нас вставляется прямо в карбон. И здесь у нас такая вот алюминиевая гайка. Гайка у нас не просто так держится, а имеет вот такой вот имбусовый болтик, винтик, не знаю, под имбусовый ключ. На 2 миллиметра. Откручиваем его. Кстати, достаточно глубоко вставляется, он прям такой глубокий. Прям качество-качество такое, я вам скажу. Не будем до конца выкручивать его. Нам нужно достать ось. Ну, достать ось и достать вот эту самую гайку. Итак, отложим вилку. Посмотрим на гайку. Такая гайка имеет здесь такие насечки для того, чтобы все это не скользило. Ну, то есть плотно держалось, прижималось. Здесь, кстати, еще вот под ключ на 19 гайка и ось. Все это закручивается и держится замечательно. Надеюсь, что будет держаться замечательно. Ось такая достаточно нелегкая. Все это мы взвесим попозже под имбусовый шестигранник на 6. Далее мы имеем вот такой вот держатель. Он один на всем протяжении вилки. И здесь он на клепках. Вот, чтобы показать вам. Клепочки. Он глянцевый. Вилка матовая идет. Ну, вот как бы покрытие такое достаточно прикольное. Дальше мы имеем крепление пост-маунт для тормоза. Вообще, как это выглядит, это просто, не знаю, внешне. Внешне это выглядит потрясающе. Просто посмотрите, как она выглядит. Она выглядит замечательно. Вот так именно должны выглядеть все компоненты. Я считаю, алюминиевую вилку можно сделать тоже. Ну, может быть, конечно, не такой, как карбоновую, но максимально похожую. Есть алюминиевые вилки, не отличишь от карбоновой. Но, тем не менее, почему-то мало кто заморачивается и делает красивые алюминиевые вилки. На что же, по ощущениям, похож карбон? Вот мне было всегда интересно. Кто говорит на пластик, кто говорит еще на что? Нет, это абсолютно не пластик. Особенно это касается штока вилки. Здесь прям очень четко прощупывается текстолит. То есть, это стопроцентный текстолит по ощущениям, по звуку, по ощущениям. Такая очень-очень легкая. То есть, это ее прям реально невесомая какая-то кажется. Хотя она моя алюминиевая вилка, с которой я, к сожалению, не могу сравнить эту. Потому что продал ее раньше, чем купил эту. Ну, как сказать, продал раньше. Моя алюминиевая вилка столкнулась в пути с этой карбоновой вилкой. Причем в одном и том же сортировочном центре. Поэтому, к сожалению, не могу сравнить. Меня здесь что прикололо в этой вилке? Что она сделана для максимально широких покрышек. И я вот очень хотел узнать, действительно, какие будут зазоры между ногами и покрышкой. И вообще, как это будет смотреться. Потому что здесь вот... Что мне здесь не очень нравится? Да, здесь вот эта вот часть. Он, если вы можете посмотреть, вот эта вот овальная часть, она как бы, ну, несимметрично ровная. То есть, она не под кругом овальная, а такая немножечко здесь заостренная. Ну, да не хай, как говорится, пойдет и так. Ну, что, давайте приступим к весу. Нам нужно положить какую-нибудь дощечку. Ну, с дощечкой сразу включим, будет у нас нолик. Итак, 665 грамм. Ну, 665-666 грамм весит вилка без гайки и без оси. Ось с гайкой 96 грамм. Ну, и все вместе 761 грамм. То есть, это очень-очень легкая вилка, на самом деле. Ну, вот я думаю, ответил на все интересующие меня и вас, возможно, вопросы. Кому это было вообще интересно. Пишите комментарии. Вообще, мне интересно было. Кому это было интересно. И кто вообще собирался покупать карбоновую вилку, к примеру. Если у кого карбоновая рама, чтобы была карбоновая вилка. Почему я решил купить карбоновую вилку? Потому что мне та вилка, во-первых, не нравилась внешне. Вот эта лепня, вот эта вся. Потому что мне вообще на раме не нравится вся эта лепня. Я уже говорил. Косынка не нравится. Мне не нравится, как вот эти швы смотрятся на ней. Надеюсь, я помог с выбором тем, кого интересовала информация по данной вилке. Я хотел купить изначально вилку от рамы SN02. Но ее нету нигде в наличии. Даже с рамами SN02 идет вот эта вот вилка SNK150. Это карбоновая вилка родная от рамы SN01. Изначально я хотел себе купить карбоновую раму. Но, во-первых, карбоновая рама стоит достаточно дорого. Но важный аспект был в том, что карбоновые рамы не вмещают покрышку 505 на сотом ободе. Вообще не вмещают. Не просто там какие-то мили-зазоры. Мне эти мили-зазоры надоели на предыдущем фэтбайке. Поэтому я хочу нормальные зазоры, которые сейчас есть у меня на еще не собранном, но и новом фэтбайке. Дождался я свою вилочку. Ну и давайте посмотрим, как она смотрится уже с колесом. Итак, чтобы не томить, скажу сразу, что если покрышка 13 см, а вилка 14,6, то в среднем зазор составляет по 8 мм. Так оно и есть. Потрясающие зазоры, 8-миллиметровые, почти сантиметр, что мне очень-очень сильно нравится. В общем, вилка, я доволен. Смотрите меня дальше, может быть, что-нибудь вам еще интересное расскажу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok